832 золотые медали получили в этом году выпускники самарских школ. 98 11-ти классников сдали ЕГЭ на 100 баллов, 915 обучающихся стали призерами областных и всероссийских мероприятий. 126 тысяч школьников сядут за парты в этом учебном году, среди них почти 15 тысяч первоклассники. Итоги прошлого учебного года и планы на будущее обсудили на августовской конференции работников образования городского округа Самара, в которой приняла участие глава города Елена Лапушкина. В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 23-й год объявлен президентом Российской Федерации Владимир Владимировичем Путиным годом педагога и наставника. Абсолютно справедливо. Именно вы и ваши коллективы находитесь рядом с детьми, вносите вклад в формирование личности каждого ребенка и его отношения к окружающему миру и происходящим событиям. Во многом и от вас, а не только от семьи, зависит, как пройдет их детство, как они пройдут свои первые ступени образования. На конференции отметили, что чаще всего высокие баллы по ЕГЭ школьники получают по русскому языку. В этом году тенденция сохранилась. По математике цифры ниже, и их нужно наращивать. Отдельно остановились на таком предмете, как информатика или ИКТ. Интерес к IT-профессии неуклонно растет, и все больше выпускников решают сдавать этот предмет. А значит, ему нужно уделять повышенное внимание. Во-первых, показатели выше российских, это по результатам, это однозначно, да, так сказать. Ну и, собственно, в области Самара образовательное учреждение, как сказать, планку свою, так сказать, держит высокую. Ну и, естественно, для этого нужно приумножать, сохранять и материальную учебную базу. Прошлый год был завершен достойно учителями и учреждениями городского округа Самара. Итоговая аттестация, работа с детьми, требующими особого внимания, патриотическое воспитание и много других вопросов, с которыми наше педагогическое сообщество прекрасно справилось. Я благодарю всех учителей. Это наша совместная победа. В этом году российские школы ждет ряд нововведений. В каждом образовательном учреждении появится советник директора по воспитанию. Он будет помогать школьникам с внеклассными проектами, готовить вместе с ними мероприятия. Сейчас в России разрабатываются единые учебники по всем предметам. Принята единая федеральная программа воспитания. Больше внимания будут уделять патриотическому воспитанию школьников, а также трудовому. Я считаю, что все те 10 нововведений, которые Министерство просвещения нам до нас довело, я считаю их очень интересными, очень полезными. И не то что надеюсь, а уверена на 100% в том, что все эти нововведения мы с вами реализуем в обязательном порядке. Отнесемся к этому неформально, потому что все эти нововведения своевременные, очень важны. И я думаю, что мы с вами имеем достаточно серьезный опыт работы для того, чтобы с этими всеми поручениями новыми справиться. Этот год особенный, очень много нововведений в образовании, и они нам пришлись по душе. Потому что мы хотели всегда, чтобы было единое образовательное пространство, единый учебник, единая программа образовательная. Мы это все получаем. Лучшие руководители школ, детских садов и муниципальных лагерей получили награды из рук заместителя министра образования Самарской области Сергея Бурцева, главы Самары Елена Лапушкиной и председателя Думы городского округа Самара Алексея Дегтева. Виктория Шарая, Николай Епифанов. События.